Евангелие Матфея, глава 5, 48 стих Призывающая человека, пришедшего к Богу к совершенству, полностью соответствует формату глагола, который Бог использовал, когда творил мир, после чего он почил и пришел к полному удовлетворению. А посему данная заповедь не является каким-то предложением или альтернативой чего-то. Это приказ, невыполнение которого карается смертью. Исключение, как мы уже говорили, составляют лишь только те люди, которые не могли приступить к исполнению этой заповеди по независимым от них причинам. Так, например, если человек умер до того, как Бог вывел его из Египта, который символизирует младенчество, которое увлекается всяким ветром учения, в силу того, что слушает всех подряд и не способен отличать голос своего пастыря от голосов иных, то такой человек, хотя и лишается обетований Царства Небесного, но не теряет спасения. Но если человек вышел из рабства Египта, а затем отказался следовать в Хананскую землю, чтобы овладеть ею и проявил недовольство и непокорность голосу той власти, через которую Бог вывел его из Египта и повел к овладению обетованной землей, он погибнет. 1 Коринфянам 10, 1, 6 Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все хрестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Также в многочисленных притчах о Царстве Небесном, которые с разных сторон описывали, в чем состоит суть совершенства, Иисус подчеркивал и выделял эту же мысль. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, а мало избранных». 14, 24 луки. А посему до тех пор, пока человек не позволит Святому Духу на его условиях взрастить человека в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, общение Бога с человеком и человека с Богом никогда не будет полным и удовлетворительным. А следовательно, и многие обетования Бога, данные нам, навсегда останутся невостребованными. Главная же цель, ради которой Бог призывает нас к совершенству, выраженному владению самим собою, которым сам обладает, состоит в том, чтобы мы могли выполнять высокое предназначение света на Тверде Небесной. То есть, чтобы то, что мы говорили, выполняли. Поэтому это и означает быть Светом, быть глашатаем Его совершенства в измерении, небес, земли и преисподней, то есть во всех сферах владычества Божия. 1 Петра 2, 9. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В Писании, насколько нам известно, обладание совершенствами или свойствами света, присущими Богу, обуславливается реками воды живой, выраженными в сильном потоке правосудия, вытекающим из чрева тех святых, которые жаждут и пьют святой дух, как воду жизни. А это означает, что святые, обладающие совершенствами в предмете свойств света, присущими своему небесному Отцу, будут способны творить точно такой суд, какой творит Бог, и творить его точно так, как творит Бог. И такое творчество в реках воды живой, текущее из чрева святых, с сильным потоком правосудия, в Писании будет констатироваться творчеством правды и освящения. Праведный дотворит правду еще, и святый, да, освящается еще Откровение 22.11. Сам порядок евангельского освящения, насколько уже нам известно, включает в себя четыре последовательных действия, которые находятся друг в друге, вытекают друг из друга и удостоверяют друг друга. Это отделение, очищение, помазание и посвящение. Вот это и есть суть освящения. Средством же для очищения всякой скверной плоти и Духа в Писании представлена совокупность семи дисциплин. Истина о крови Христовой, истина о кресте Христовом, когда говорится совокупность, это значит, что они друг без друга не работают. Истина о живой воде, истина о елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Изучая назначение очистительной воды, приготовленной на основе двух горлиц, призванной очищать наше духовное жилище от имеющейся на стенах этого жилища проказы, мы как раз и пришли к выводу, что одним из видов проказа является элемент младенчества, который увлекается всяким ветром учения. В силу чего оно не способно ни познавать Бога, ни иметь единомыслия, ни покоряться поставленной Богом власти. Так как именно покорность, поставленная Богом власти, а затем и плод этой покорности, выраженный в единомыслии, являются истинной природой овцы, необходимой для получения способности обладать Царством Небесным, чтобы возвещать совершенство своего Небесного Отца. А посему условия, которые положены в основании для очищения стен нашего духовного жилища от проказа младенчества, заключаются, как мы знаем, в окончательном оставлении этого младенчества, 1 Коринфянам 13, 9-12. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится? Это говорится по отношению младенчества и по отношению совершенства. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Младенцы как рассуждают? «А ты слышал, что сказал тот? А ты слышал, что сказал этот? А ты слышал, что сказал?» И потом на основе этого начинают гадать, тыкать пальцем в небо, а где же правда? «А где же правда?» То он говорит, вот когда мы были младенцем, и мы так себя вели. И далее говорит, а когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. То есть, когда мы находимся во младенчестве, тогда же, когда придем в полный возраст, в полный мир возраста Христова, увидим лицом к лицу. «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как и опознан». В Писании, как мы знаем, эталоном совершенства, на котором мы призваны равняться и которому мы все призваны стремиться, является совершенство Небесного Отца, которое выражено в Его власти и в Его способности повелевать Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Часто это место Писания неправильно истолковывалось. Здесь написано Матфея 5,45. «Добудитесь с сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». То есть это значит делать добро всем подряд. То есть так это толковалось. На самом деле, исходя из логической сути данной констатации, быть совершенным и как совершен Отец Небесным на практике означает быть светом как для добрых, так и для злых. И представлять Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. То есть вы представляете, это уже совершенно другая позиция, когда вы являетесь светом как для праведных, так и для неправедных. То есть если вы свет, вы будете, вы просто свет, вот это и есть ваше добро, что вы светите, что вы не можете вместе с ними делать то зло, которое они делают. И вы будете обличать это зло. В то время, когда дается такое положение молчать, делать вид, что ничего не замечаешь и помогать, то тогда мы тьма, обыкновенная тьма. Это малодушие. То есть Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. И Он говорит, повелевает Солнцу своему. А Солнце что? Оно судит, оно отличает зло от добра, света от тьмы. Поэтому, согласно Писанию, такое совершенство призвано взращиваться в плоде нашего Духа через исполнение определенного Богом порядка, который выражен в определенных условиях или же в определенных составляющих. Мы в определенном формате уже коснулись четырех условий и обратились к рассматриванию условия пятого. Это власть и право переносить страдания за истину. То есть, когда мы переносим страдания за истину, мы приходим к совершенству. Евреям 5, 8, 10. Очень много мест в Писании, но мы взяли за основание вот это место. Хотя Он и Сын, то есть речь идет о Христе Иисусе, однако страданиями и навык к послушанию и совершившись, то есть путем страдания Иисус как человек пришел к совершенству. Поэтому мы взяли за эталон не другие места совершенствия, а самого Господа Иисуса. То Он сделался для всех послушных Ему виновником спасения, Вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Мы уже отмечали, что необходимость страданий на пути к совершенству, выраженному во владении самим собою, это одно из самых трудноусвояемых условий. А посему именно при испытании страданиями многие дети Божьи притыкаются и соблазняются, и у многих из них разрушается вера и доверительные отношения с Богом. Так как они в силу своего невежества полагают, что страдания – это всегда результат либо их личного греха, либо роковая наследственность, то есть наказание за грех отцов. И что Бог, который взял на себя их грех, когда они пришли к Богу, и Он простил и оправдал их, якобы теперь обязан избавлять их от страданий. И если Он этого не выполняет, их вера и их доверительные отношения с Богом разрушаются. По этому поводу Иисус сказал очень много слов, очень много разных притч, и мы привели одну из притч Матфея 13, 21. «Опосеянный на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен». То есть здесь говорится о младенчестве. Младенчество не имеет в себе корня, не постоянен. То есть они то обращаются туда, то обращаются сюда. «Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняются». Корень – это доказательство принадлежности к источнику своего происхождения. А посему не иметь в себе корня – это не имеет в себе доказательства на принадлежность к роду Бога. И именно приткновение на страданиях вскрывает, что у человека, не имеющего в себе корня, на самом деле и не было подлинно доверительных отношений с Богом. В силу этого нам необходимо было ответить на несколько вопросов. Это причины, повлекшие за собою страдания, призвание страданий в отношениях Бога с человеком, цена за право переносить страдания, потому что это привилегия, результаты от перенесения страданий Христовых. Мы с вами в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и Мира, наша вера уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право и способность переносить страдания за истину в предмете страданий Христовых? Мы в определенном формате уже рассмотрели семь составляющих, я вкратце только их обозначу, и затем мы перейдем к рассматриванию последующих. Во-первых, цена за право переносить страдания сопряжена с ценою за право и способность входить тесными вратами. Во-вторых, цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием, что нашей силой будет являться Бог, и стези нашего сердца будут направлены к Богу. В-третьих, цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием, когда при перенесении страданий мы будем смотреть ненавидимое, а на невидимое. В-четвертых, цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием оберегаться лжепророков. Если мы не оберегаемся лжепророков, лжиучителей, то таким образом мы не платим цену за право переносить страдания, мы будем притыкаться на них. В-пятых, цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием знать, в кого мы уверовали, и быть уверенным, что он силен, сохранит залог наш на онный день. Очень многие люди не знают Христа. Если бы они знали, то они следовали бы за одним голосом. Когда они следуют за разными голосами, это говорит о том, что они не знают Христа. Далее, цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием принятия природы овцы. В-седьмых, цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием быть добрым воином молитвы. И теперь, восьмое условие. Цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием взирать на воздаяние, на награду. Евреям 11, 24, 26. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Посмотрите, благодаря тому, что Моисей верою взирал на воздаяние, он смог оценить и увидел, что поношение Христово является большим богатством, нежели египетские сокровища, и отказался от этих богатств, и лучше захотел страдать с народом Божиим. Поэтому, согласно данной констатации, Моисей взирал на воздаяние благодаря имеющейся у него вере, которая выражалась в откровении того, что является воздаянием и какие условия ему необходимо выполнить, чтобы наследовать это воздаяние. Потому что вера Божия, позволившая Моисею взирать на воздаяние, это не что иное, как информация о награде, о воздаянии, которую он получил через слышание Слова Божия. Когда говорит «верою взирал», люди не понимают зачастую, что такое вера. Потому что Римлянам 10, 17 писали так, «вера от слышания, а слышание от Слова Божия». То есть вера – это информация, он знал, что такое воздаяние, он мог его рассматривать. Потому что воздаяние – это награда за перенесение страданий за истину. Не зная сути воздаяния или награды, невозможно его сравнивать с сокровищами Египта, а следовательно, невозможно на него взирать. Это просто лозунг, всего лишь навсего. Люди не могут видеть, они не могут вообразить, а что же такое эта награда? Как я на нее буду взирать? Только благодаря, что мы взираем, мы можем переносить страдания, потому что мы взираем на награду. Но то, что награда за перенесение страданий будет весьма великой, подтверждается многими местами Писания. Матфея 5, 10, 12 Иисус говорит, «Блажены, благословены, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». То есть Царство Небесное дается только тем, кто переносит страдания. «Блажены вы, когда будут поносить вас, Игнате, всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Здесь Иисус не говорит о награде, какая она. Он просто говорит, что она будет великой. Но другие места Писания говорят, какая это награда. Если мы не будем знать награды, возьмем только этот стих, и будем говорить, о, наша награда велика. И вот пытаясь, какая велика, что она представляет? Когда я ей могу пользоваться? Могу ли я пользоваться этой наградой, которая на небесах, здесь, на земле? Мне говорят, нет, не можешь, это когда ты туда придешь. Но на самом деле это не так. Еще одно место Писания, Бытие 15.1. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Как вы думаете, Авраам знал свою награду? Если бы он не знал награду, он не смог бы оказать верность Богу и перенести этих страданий. Говорится, после сих происшествий, эти происшествия принесли Аврааму горькую боль, горькое страдание. Об этом не говорится прямо, но подсознательно можно понимать, что когда Бог говорит, не бойся, я твой щит. Когда вы будете читать, что произошло перед этим, а произошло то, что его пастухи поспорили, или же пастухи Лота стали спорить с его пастухами, и произошло разделение. И это было глубоким страданием и глубокой скорбью для Авраама. И вот после сих происшествий Бог сказал ему, не бойся, я твой щит. Потому что в это время Сатана ему говорил, вот и все. Вот вы вышли, и чего ты достиг? Вот посмотри, произошло мощное разделение. То есть Лот полностью отделился со своими пастухами, стадами, имением, выбрав себе лучшее из мест и остановился. Авраам же продолжал выполнять волю Божию. Поэтому, когда человеку говорится, что за перенесение страданий, за истину его награда будет великой, и что она будет положена на его счет в Небесном банке, но не говорится, в каком эквиваленте и в каком размере будет эта награда, а также, каким образом и когда он может ею пользоваться, то вполне разумеется, что ему невозможно будет ее сравнивать с египетскими сокровищами, и не на что будет взирать. Например, чтобы Авраам мог увидеть свою награду, ему необходимо было получить сверхъестественную возможность смотреть всю землю, осмотреть, а затем пройти по всей этой земле. Бытие 13, 14, 18. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из того места, на котором ты теперь, вот там, где произошло разделение, теперь, говорит, вот с этого места, посмотрите, Бог указывает позицию, с какого места мы можем увидеть, на месте, где произошло разделение. Когда Лот отделился от него, он говорит, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки». Представьте себе, что для того, чтобы осмотреть землю, посмотреть на север, юг, восток и запад, ну сколько могли видеть глаза человека, а если местность холмистая, ну что вы можете видеть, находясь в лощине? Вы можете видеть горку, за горкой ничего не видно, здесь горка, холмик, там ничего не видно, а если даже и площадь пустыни, сколько глаз может увидеть? Но Аврам мог увидеть всю землю. Это говорит о том, что Бог дал ему сверхъестественную возможность, и он посмотрел на юг и увидел всю южную землю, потом посмотрел на север и увидел всю северную землю, то есть увидел до границ самых, посмотрел на восток, на запад и увидел глазами все, это воздаяние. Бог сказал, я тебе это даю, он должен был это увидеть. Но мало того, он говорит, я сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. То есть, этим самым Бог сказал, а теперь представь себе, ты когда осматривал землю, ты видел много песка, вот такое будет у тебя потомство. Каждая песчинка – это ребенок твой, один ребенок. Можешь посчитать его? То есть, он должен был видеть свою награду. Далее Бог сказал ему, «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». То есть, обратите внимание, когда ты пройдешь ее в долготу и широту, «И двинул Аврам шатер и пошел, и поселился у Дубравы Мамри, что в Хевронии создал там жертвенник Господу». Я предлагаю совершить аналогичное небольшое путешествие с целью осмотреть награду за перенесение страданий за истину, положенную на насчет, которая в Писании образно представлена в семи составляющих. Есть много, но Дух Святой обратил мое внимание на вот эти семь составляющих, которые являют как бы полноту. В этих семи составляющих многообразие нашей награды, чтобы мы могли увидеть, ради чего мы страдаем, чтобы мы могли взирать на воздаяние. Когда мы будем смотреть на награду, мы легко перенесем эти страдания. Итак, это записано в Откровении к семи церквам. И это не то, что одно из семи церквей, а все, что написано «семи церквам», это принадлежит одному человеку в отдельности. Каждая, то есть все семь видов награды, которые даны, все это вместе в совокупности принадлежит всем и одному в отдельности, положенному на его счет. Давайте рассмотрим свою награду. Откровение 2.7. Первое. Имеющий ухо, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Отсюда видно, что не все имеют ухо. То есть уши физически у всех есть, но здесь говорится об ухе. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Что у нас может быть, какое понятие, что у нас возникает при виде древа жизни? Что это такое? Когда оно говорится, это ничего еще не говорится. Мы должны знать свою награду. Бог говорит, что побеждающему, кто перенесет страдания, победит, тот получит, значит, право вкушать от древа жизни. Дело в том, что если вы обратили внимание, всякий раз, когда Иисус обращался к своим ученикам, то он либо в начале своей речи, либо в конце адресовал ее к той категории, которая имеет ухо слышать, а вернее разуметь, какое откровение Святой Дух хочет через него преподать им. Разумеется, что речь, как я сказал, идет не о физических ушах и не о способности физического слышания. Когда Иисус говорит, имеющий ухо, да, слышит, он, с одной стороны, имеет в виду насажденное ухо. Способность слышать информацию, которая распространяется только в пределах неприступного света. Это ухо может улавливать. Вот есть такие приборы, которые улавливают свет или улавливают звук или какую-то волну. До сих пор ученые не знают, сколько существует волн. Определенные волны они знают. По радио можно найти. Мы видим физические там или телеканалы. Это тоже определенные частоты. А вот на какой частоте находится то, что говорит Бог? Слышит то, что происходит в неприступном свете. Дьявол этого не может слышать, несмотря на то, что он Дух. Когда Бог говорит к своим детям, дьявол не слышит, что говорит Бог. Не слышит. Потому что нужно иметь ухо и услышать, что Бог говорит. Псалом 93.9. Мы как-то разбирали это местописание. Насадивший ухо, не услышит ли. Речь идет об ухе, который насаждается как семя, как растение. А потом растет. И когда оно вырастет, только тогда. То есть не сразу человек может слышать. Как мы с вами говорили, ягненок не может различать голос пастуха от других голосов. Не может. Ему надо вырасти этому ягненку, стать овцой, взрослой овцой, прийти к совершенству, чтобы знать голос своего пастыря. Так и здесь. Насадивший ухо. То есть Бог дает это ухо человеку в семени определенного учения. Каким образом можно слушать Господа? Что нужно сделать для того, чтобы Его слышать? И когда человек принимает это семя, что нужно для того, чтобы слышать Господа? Разумеется, здесь есть составляющая, здесь есть определенная покорность, здесь есть определенная, когда мы голову ставим в зависимости от своего сердца и так далее. И когда мы это сделали, и приходим, и слушаем Слово Божие, и готовим себя к слышанию Слова Божия, тогда Дух Святой начинает взращивать это растение в нас, и оно растет. Мы его поливаем, мы приготавливаем себя к слушанию. Всякий раз, когда идешь в дом молитвы, готовь. Как готовить? Значит, отлаживай все, забудь. То есть перед служением необходимо отключать все источники информации. Нельзя перед служением смотреть телевизор, нельзя перед служением по телефону болтать с кем-нибудь, нельзя перед служением читать о чем-то, слушать что-то другое. Устройте себе пост перед служением, потому что вы не сможете услышать, когда вы придете, у вас в голове будет вертеться то, что вы недавно слышали, у вас информация уже залетела. Вам нужно опустошить себя. Когда вы придете, стакан, налитый водою, Бог ничего не сможет туда уже вам залить, оно все залито. Вы сидите, и у вас здесь вот все возможное, что делать? Вот сейчас вы уже ждете, когда это наконец кончится, вы ничего не соображаете, да скорее бы это уже кончилось, чтобы скорее пойти. А вот когда вы приходите с пустым стаканом, у вас жажда, вы с вниманием слушаете, и каждое слово вливается, вливается туда. То есть почему люди не слышат? Они не готовили ухо свое. Взращивать это, каждый раз готовить. И поэтому он здесь говорит «Имеющий ухо да слышит». Вот теперь только слышащий, у кого есть ухо, только тот может увидеть, услышать, понять эту награду. Я буду о ней говорить, но тем не менее ее услышит только человек, имеющий ухо, приготовивший себя к слушанию. А с другой стороны, когда он говорит «Да слышит», «Имеющий ухо да слышит», это повелительный формат глагола, говорит о том, что это приказ и что насажденное ухо способно слышать тогда, когда оно ожидает и настроено на слушание. Наличие насажденного Бога ухом способно слышать, что Дух говорит церквам и разуметь слышанное, свидетельствует, что данный человек обладает природой овцы. Вкушать от древа жизни означает быть общником корня и ветвей, или же быть привитым к древу жизни и таким образом питаться его жизненными соками, текущими из корня дерева. Некоторые думают, что они прямо будут с этого дерева есть. Питаться от древа жизни – это стать частью этого дерева. Частью этого дерева. То есть вы будете питаться как плод на этом древе жизни, и соки будут течь из корня по ветвям к вам, а вы являетесь на этом дереве. Только таким образом вы сможете питаться от этого дерева. Это не значит, что вы подошли и сняли как яблоко или как грушу плод. У людей такое понимание – вот плоды древа жизни, и они будут есть эти плоды. Нет, вы будете этим плодом, и вы будете расти на этом древе. Питаться от этого древа – это значит питаться, как мы читаем часто, ты привитая, и вот питаешься соком этой маслины, текущим из корня. Теперь, в данном случае, награда за право вкушать от древа жизни, то есть чтобы быть причастником к этому дереву, дерево, то есть здесь говорится, что оно дается, кому дается, побеждающему, за что дается. Не просто за страдание, он страдает за что? Чтобы сохранить первую любовь, которая выражается в выделении Бога первого места. Перед этим, прежде чем Христос скажет через ангела своего Иоанну, что имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам, побеждающим дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия, он говорит, «но имею против тебя» – это откровение 24,5 – «то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Обратите внимание, если человек вот это выполняет, тогда он побеждает. Оказывается, победа заключается в покаянии, победа заключается в том, что все мы без исключения в свое время оставляем первую любовь к Богу в силу нашего младенчества. Мы начинаем увлекаться не Богом, а помазанием, благословениями, дарами духовными, чем угодно, то, что можно от Бога получить, материальными благословениями, исцелениями. Мы этого ищем и настолько забываем и думаем, что мы идем в правильном направлении. Мы увлекаемся служением Богу, евангелизацией, нужно служить, нужно больше людей приводить к Богу. Бог говорит, да никого не приведешь. Христос прямо сказал, ко мне приходит только тот, кого позовет Отец. Только тот приходит ко мне, кого призовет Отец Духом Святым. Так что мы ничего не можем сделать. Да, мы говорим, но приводит людей Бог. Люди приписывают себе, через меня, через меня, я духовный отец. Какой ты духовный отец? С чего ты взял? Да, Павел сказал, у вас немного отцов. Но дело не в благовестии, что он говорит, я родил вас благовествованием. То есть люди не понимают, они думают, если человек из мира пришел через благовествование, которое он говорил, и Бог его привел, то он сразу себя считает его отцом. А это не совсем так и не совсем правильно. Павел был отцом буквальным, потому что Бог дал ему сердце отца. Это редко, когда благовестник имеет сердце отца. Он не может быть отцом, если он благовестник, если он евангелист. Он никогда не может быть отцом до тех пор, пока не сделает его Бог сердца пастырским сердцем. Положит на него ответственность, сделает его таковым. И поэтому не всякий, кто благовествует, и когда люди приходят, делается духовным отцом. А когда идет учение, потому что отец будет давать учение о царстве, благовестники не дают учение о царстве, они дают учение о спасении. Спасение для погибших, учение о царстве для спасенных. И это очень важно, потому что самим деревом жизни является церковь Иисуса Христа во главе со Христом. Потому что дерево всегда подразумевает родословную, которая начинается с корня дерева. Откровение 22.16 Иисус говорит, «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам все в церквах. Я есим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Обратите, я есим корень, а потомок, то есть это уже дерево. Вот я корень Давида и дерево Давида, родословное, которое будет исходить дальше. Так что древо жизни – это церковь во главе со Христом. Это не Христос отдельно и не церковь отдельно. Древо жизни не может быть отдельно Христом. И древо жизни не может быть отдельно церковью. А тело не может быть без головы. Голова не может быть без тела. Чтобы мы поняли, на что взирать. На что взирать. Авраам искал города, художник и строитель которого Бог. Почему? Почему Он искал этого города? Он искал это дерево. То есть город, Вышний Иерусалим и древо жизни – это одно и то же. Тело Христово, то есть от церков, а мы – тело Христово, а Он – глава этого тела. Это все одно и то же. Мы должны знать награду свою. То есть это говорит о том, что награда будет, вы будете причастниками этого родословия. Вы будете родом Божиим. Вы будете принадлежать к телу Христову. Многие люди ходят в так называемые молитвенные дома, мы говорим, в церковь. Можно назвать церковь? Экклесия, греческое слово означает собрание людей, верующих. Но когда они собираются, верующие люди, там среди них есть плевелы, которые вообще никогда не были. Есть солома, которая могла, в общем-то, быть пшеницей. То есть это все-таки притча. И все-таки очень много людей, как мы видим во всех молитвенных домах, которые заполняют сегодня люди, многие из них вообще не относятся к спасенным. Потому что они никогда не будут платить цену, они не хотят. Они сидят и только думают об одном. Они приходят, никогда не готовят себя к слышанию. Одни настроены на то, чтобы быть известными, другие настроены, чтобы заполучить что-то. Вот и поэтому, да скажите только, что приходите, Бог вас исцелит. Сделай, приходите, вы получите то. Да люди попрут. Конечно, попрут люди. А если еще что-то действительно произойдет, а оно будет происходить, демоны будут это делать, вот, и тогда Кашпировский бедный будет. Вы превзойдете его, вы соберете гораздо большее зало, и я видел эти тысячи и десятки тысяч стадионов, орущих и кричащих. Но им проповедует совершенно другого Христа. А ну-ка скажите им, придите ко мне все труждающие, все обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Здесь не говорится о высцелении, не говорится о материальном обеспечении. Здесь говорится о том, чтобы они стали овцами, чтобы они научились быть учениками. Придите, научитесь, посмотрите на меня. Что я имел в этом мире, когда я пришел? Хотите вести такую жизнь, которую провел я? Я был в мире, но не жил этим миром. Я был творцом этого мира, но ничего не брал от этого мира. Я все зарабатывал своими собственными руками, пока не вышел на служение. Я построил себе дом, я строил другим дома. А потом, когда отец сказал мне, сын, начинай проповедовать, начал проповедовать, и тогда я питался от того, что мне приносили. Несмотря на то, что много имел, ввиду служения часто голодал, часто постился. Был в беспокойстве. Это короткий промежуток, три с половиной года. Приношения были большими, которые ему приносили. Рядом оказался вор. Он его знал от начала, допустил. Этот вор воровал, воровал, воровал. Завидовал ему, завидовал его славе, завидовал его престижу и удивлялся, почему он так неправильно распоряжается средствами. Потому что он обязан был давать, когда Христос говорит, дай тому, сделай вот это, приготовь то. А он ждал, что он, наконец, им, их как-то обогатит, непосредственно своих ближайших учеников. И потом, конечно, его распяли как преступника, как злодея. А клеветаны, не получив права на защиту, не хотя был в Римской империи, по римским обычаям, нельзя человека убивать до тех пор, пока он не получит право защищаться. Но для этого надо было быть гражданином Рима. Иисус не был гражданином мира. Поэтому ему в этом праве отказали. Если бы он был гражданином мира, они не могли бы его убить. Потому что он мог защититься и доказать, что все, что вокруг него плетут, это клевета. Да и Пилат знал, что это клевета. Наместник Рима знал, что его предали из зависти, что он ничего злого не сделал и хотел его освободить, но он не был римским гражданином. Он оставался иудеем. И поэтому его распяли позорной казнью. Вот здесь и говорится, захотим ли мы жить такой жизнью, захотим ли мы принадлежать к такому дереву. Но это жизнь вечная. Это плата, это цена, это награда. Вот посмотрите, Моисей, как мы прочитали, он взирал на воздаяние и поношение Христова, почел для себя большим богатством. Сможем ли мы вот эту награду, вот это богатство, поношение считать богатством? Сможем ли мы брать его как привилегию? Надо видеть, взирал на воздаяние. Вы будете общником корня, вы станете древом жизни. Потому что питаться древа жизни, это значит есть от него. Когда мы будем видеть эту награду и взирать на нее, перенося страдания, понимая, что это такое, с нами будет что-то происходить. Дух Святой будет присутствовать с нами, как присутствовал с Иосифом, когда его бросили в ров, потом в темницу. Все незаслуженно, все по клевете, он делает все правильно, а его преследует рог злой. Можно было сказать, Господи, да что же это такое? Нечестивые спокойно себе живут. Я делаю правду, ради этой правды страдаю и опять попадаю в яму, в тюрьму, везде, где угодно. Но соль-то заключается в чем? Везде написано, и Бог был с ним. Вы знаете, я бы лучше выбрал быть во рву и быть в темнице с Богом, нежели быть во дворце без Бога. Я думаю, вы тоже это бы выбрали, поэтому вы здесь. Вы тоже выбрали бы быть в яме, в темнице, но с Богом. И вы бы вместе с Давидом сказали, что мне на небе и с тобой ничего не хочу на земле. То есть, если тебя на небе нет, зачем мне такое небо? А если ты со мною на земле, то я уже ничего не хочу, когда ты есть. Ты для меня самое великое богатство. То есть, вот что означает взирать на воздаяние. Теперь, давайте пойдем дальше. Во-вторых, Откровение 2, 10, 11. «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть, мы должны смотреть на воздаяние. То есть, воздаяние у нас будет венец жизни, и мы не потерпим вреда от второй смерти. Поэтому награда за право обрести венец жизни и не потерпеть вреда от второй смерти дается за то, чтобы не бояться сборища сатанинского и претерпеть от них злословие. Давайте прочтем, потому что прежде говорится значит условие, а потом дается награда. Откровение 2, 9, 10. «Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. Из злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское, не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять». Вот если вы сможете победить, то есть понести от этого сборища сатанинское злословие, то есть кто такое сатанинское сборище? Это люди, которые говорят, что они помазанные, то есть что мы иудеи, мы верующие, то есть это среди вас, это не люди этого мира. Они говорят о себе, что не иудеи, а вы не иудеи, то есть что вы отщепенцы, что вы заблужденные, а они, вот им открывает Бог. И здесь говорится, не бойся, что они говорят о себе, что они иудеи, претерпеть от них злословие. Они сборище сатанинское, но они об этом не знают. Они не знают, что они сборище сатанинское, они обольщены. Не думайте, что сборище сатанинское знает о том, что оно сборище. В противном случае это сборище потом не будет перед престолом суда говорить, Господи, Ты что, нас не узнаешь? Слушай, а помнишь, Ты на улицах наших нас учил? А помнишь, мы Твоим именем исцеляли? Ты же исцелял. Мы говорили, во имя Иисуса и исцеление было. Мы бесов изгоняли во имя Иисуса и бесы выходили. Господи, как же Ты говоришь? Уходите от меня. Он говорит, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, все делающие беззаконие. Боже, Ты что считаешь беззаконим? Мы устраивали конференции, симпозиумы научные. Мы исцеляли, мы благовествовали, мы мир завоевывали для Тебя, а Ты теперь нас изгоняешь. Вот кого он называет сборщим сатанинским. Почему? Потому что главное, что они стали угнетать его народ. Они пошли на то, они не признали Божьей власти. И вот здесь как раз он говорится, если вы это перетерпите, то я дам вам венец жизни, и вы потерпите вреда от второй смерти. Венец – это награда победителя. Теперь этот венец жизни говорит о том, что когда у вас будет венец жизни, то вы не потерпите вреда от второй смерти. В Евангелии Христос говорит это таким образом. Верующий в Сына Божий перешел от смерти в жизнь. И смерть уже не имеет над ним власти. Перешел от смерти в жизнь. Вот когда мы перешли, вот это и есть венец жизни. Мы должны уже понимать, взирать на воздаяние, что вторая смерть, вы уже от нее не потерпите вреда. То есть, да, будут болезни, будут нищета, будут немощи, это будет вас преследовать, но вреда вы не потерпите от нее. Потому что настоящий вред от второй смерти – это пойти в гиену огненную, пойти в мучение. Несмотря на то, что мы будем испытывать страдания, как здесь говорится, то есть, дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Десять – это образ закона, который имеет отношение к человеку, то есть, к плоти. Закон Моисея никогда не имел отношения к новому человеку. Он имел отношение к телу, к душе человека, и имел отношение только с телом. Поэтому здесь говорится «дней десять», то есть, это опять образное число. То есть, это не будет происходить долго. Вы победите благодатью, которая у вас есть и превзойдете. Вы освободитесь от закона, и вы вреда не потерпите. Мы должны смотреть вот на это воздаяние. Далее, в-третьих, «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». В данном случае награда за право вкушать сокровенную манну и получить белый камень, на котором написано новое имя, дается за то, чтобы покаяться и искоренить как из своего понимания, так и из своей среды тлетворное учение Валама. Прежде чем Бог сказал эти слова, имеющие ухо да слышит, что дух говорит церквам, «Я тебе дам манну, и дам тебе новый камень, белый камень, и твое новое имя, которого никто не знает». Он сказал такие слова. 14-16 стих, 2 глава. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валама». В чем выражается учение Валама? «Который научил Валака вести в соблазон сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенное, и любодействовали, чтобы научить их сказать, что здесь же греха никакого нету. Ну, какой здесь грех?» «Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, если не так скоро приду к тебе, и сражусь с ними мечом уст моих». То есть, уже мы понимаем, учение Валама, на что оно было нацелено. Он понимал, что как только народ Божий согрешит, Бог отступит от них, и поэтому он Валаку посоветовал. «Я их благословил, Израиля, и с этим уже ничего нельзя поделать». Но есть один вариант. Если они согрешат, то мое благословение будет недействительным. И он это знал. Если народ израильский согрешит, благословение, которым я их благословил, будет недействительным. И таким образом он научил, каким образом проклятие, что бы пришло на Израиля. Он ему сказал, «Прокляни мне народ, потому что я знаю, что тот, кого ты проклянешь, проклят, и тот, кого ты благословишь, благословен». Это было известно всему Востоку, что если этот человек произнесет проклятие на какой-то народ или на какого-то человека, он будет проклят. И если он произнесет благословение, он будет благословен. Бог взял уста Валама и благословил народ, который он хотел благословить, независимо от его состояния. Но Валам, видя такое положение, что Богу угодно благословить, Благословлять хитростью пришел и сказал Аллаху, вот что сделай, они не смогут получить, да я их благословил, не переживай, искуси их. И вот поэтому было учение Николаитов, то есть восстал определенный человек, почему назывались Николаиты, то есть некий Николай, звать его было человек, который был, видимо, апостолом того времени в какой-то области, который стал говорить, что это не является грехом. Видите, в то время было многоженство. Христос сказал в своем учении, что жена должна быть одной. По закону Востока их могло быть сколько угодно. По шариату исламскому должно быть не меньше, то есть не больше четырех, хотя они имеют больше четырех и все равно называют себя мусульманами. Здесь же Христос сказал только одна должна быть и не может быть. Теперь он стал вводить, что может быть много жен и что это не имеет никакого, и что человек, имеющий много жен, он не грешит. Я встретился с одним таким Николаитом, это епископ из нерегистрированного пятидесятничества, который был у меня здесь в гостях, предлагал мне союз с собою, со всеми церквами, приезжай. Мне нравится учение, которое ты проповедуешь, это все так по Писанию и так далее. А потом оказалось, что я говорю, ну я так не понимаю, как ты понимаешь и как ты проповедуешь. И если об этом узнают те, кто тебя рукоположили, поставили, ты апостол в движении и ты такие вещи говоришь. Он мне сказал, что не иметь много жен, только пастор не имеет права, только пастор может иметь одну жену, а все члены церкви могут иметь много жен. А я говорю, а как же, я вам как-то говорил, я ему сказал, а как же написано, что если кто женится на другой, прелюбодействует, кто разведется женой своей, женится на другой, прелюбодействует. Он мне говорит, о, брат, а ты не разводись. Там написано, кто разведется и женится, а ты не разводись. Вот и все, и женись. У меня, говорит, в церкви, говорит, очень много людей, имеют помного жен, и я вижу, если брат богатая, сестрица такая, вот, ну, я ему говорю, слушай, возьми ее, вот, имеешь четыре, возьми пятую еще, пусть будет у тебя. И он слушается, он берет пятую, шестую, вот, мой зять, говорит, допустим, у него несколько жен, включая мою дочь. Я сам, говорит, ну, один месяц отдыхаю от собрания, мы раздеваемся с женой до гола, делаем плот, и баньку там на плоти, и по Енисею справляемся, и вот голые, так как Адам с Евой, вот, мы ни собрания не молимся, мы отдыхаем в это время. Я посмотрел, думаю, ну, человек, думаю, ненормальный, я впервые встретил такого епископа, который бы такие вещи говорил. Тем не менее, там много церквей, целая область, захваченная этим учением, и это пятидесятники, при том, как говорят, колерованные, вот, о них, и у них есть всегда, кто рукоположил, он показывает корень, откуда это все пришло. Вот Бог говорит, я это ненавижу, я ненавижу, когда извращается, говорит, вначале, когда Бог сотворил Адама, Он сотворил одну Еву, и вначале не было так, это по жестокосердию вашему, жестокое сердце не может иметь в себе Христа. И поэтому, Он говорит, я ненавижу это учение, я ненавижу, когда едят идоложертвенные, когда говорят то, что идолам посвящается. То есть, знаете, есть вещи, посвященные идолам, то есть, вы знаете, что алкоголь – это идол, есть Бог, который затуманивает мозги людям, потому что вино обладает человеком. Не человек обладает вином, а вино обладает человеком. Любую пищу, когда вы кушаете, вы ей обладаете. Вы можете заменить ее, не есть, а вот когда человек уже становится алкоголиком, пьет, он уже ничего не может с собой поделать, он понимает, он хочет избавиться, но он не может. Он становится зависимым, то есть, алкоголик – это зависимый от алкоголя. Нельзя сказать, что я зависим от хлеба. Я могу заменить хлеб рисом, я могу заменить пшеничный хлеб кукурузой или еще чем-то, и ничего со мной не станет. Я могу кофе заменить чаем, чай – кофе. Я могу их вообще не пить воду, я совершенно свободен во всех продуктах. Ни один из продуктов мной не обладает. Но если бы я начал употреблять алкоголь, он бы стал мной обладать, неважно в каких дозах. Потому что он моментально включает такие рецепторы наслаждения в человеке, отключая его от реальности и действительности, что человеку хочется побыть в таком состоянии еще. Еще он начинает наслаждаться этим. И многие другие вещи, связь с этим миром. Поэтому, когда мир втекает в церковь в виде музыки, когда говорят, что это музыка нормальная, вот как я слышал, вот на гевском орудии один из харизматических лидеров, он говорит, вот Давид на гевском орудии играл. Следовательно, когда ему задали вопрос, почему у вас рок-музыка, он говорит, а вот Давид на гевском орудии играл. Поэтому и мы, вот рок-музыку – это нормально. Я говорю, вот вы что, попутали пиано, есть жанр. Рок-музыка – это жанр, это не инструмент. На этом пианино можно и рок-музыку сыграть, и классическую музыку, и эстрадную музыку, и все что угодно. Но я смотрю, люди совершенно выжили из ума. Они жанр путают с инструментом. У Бога есть свой жанр. И когда этот жанр исполняется, Дух Святой может прийти только на само исполнение, если это его исполнение. Мы видим, когда гуслис начал играть на гуслях, то Дух Святой пришел, и сердце Елисея стало мягким, добрым. До этого у него было сердце жестким по отношению к царю Израильскому за то, что тот был идолопоклонником. Он не хотел молиться за него. Но тот был в союзе с царем Иудейским, которого он любил. А они объединились вместе против врагов. И теперь ему надо помолиться. Он говорит, я не могу. Сердце жесткое. У него недовольство. Надо, чтобы это недовольство ушло. Надо, чтобы сердце стало добрым, расслабленным. И тогда он сказал, позовите мне гуслиста. И когда написано, гуслист играл на гуслях, рукою своею, разумеется, не рок. Он играл, видимо, такую мелодию, которая настолько была приятна Святому Духу, что Святой Дух пришел и размягчил сердце Елисея. И как только сердце его размягчилось, Дух Святой коснулся его сердца, он стал пророчествовать. То есть вот это и есть то учение, когда влилась жанр музыки, влился не тот. Вот форма служения влилась, снята. И все это уже узаконено. Грех влился, узаканивается, узаканивается. И люди уже воспринимают это как действие Святого Духа. Бог говорит, я это ненавижу. Ты не сможешь иметь сокровенную манну. Что такое сокровенная манна? Сокровенное – это то, что находится в неприступном свете. Это Слово Божие. Вот если ты будешь это Слово Божие, когда я его тебе дам, то только тогда ты получишь белый камень. Практически я сделаю тебя белым камнем, и на тебе будет написано имя новое, твое новое достоинство. До этого, то есть какое новое достоинство? Когда мы делаемся царями и священниками, у нас будет достоинство, которого никто не знает. То есть положение, которое Бог нам даст. Это очень важно, что Бог даст человеку. Каждому будет что-то дано особое. Никто не знает, кроме того, что получает. Ты получишь какое-то достоинство, какую-то власть в виде царства. Поэтому, когда вот это все есть, и мы видим, вот на это взирать. Взирая, и мы взираем на невидимое. Почему Моисей был тверд? Он взирал на невидимое, а здесь написано взирал на воздаяние. Он взирал на воздаяние. Разумеется, я думал, что я хотя бы 7 этих вещей пройду, но, как видите, мы прошли только 3, и, с вашего позволения, я остановлюсь на этом, и мы, если даст Господь нам возможность и не восхитить церковь свою от земли, потому что действительно может произойти восхищение. Не думайте, что пред восхищением что-то должно быть особо необыкновенное. Ничего особого необыкновенного не будет. Вот так же будут собираться тихо и вдруг внезапно. У кого-то ночь, у кого-то день, у кого-то полдень. Внезапно люди получат знания, определенные люди знания. Сегодня я буду восхищать мою церковь. И сегодня же Господь ее восхитит. Если этого не произойдет, то мы продолжим. А если произойдет, дай Бог вместе с вами, со всеми быть восхищенным. А теперь склоним колено, будем молиться. Будем бросать вызов своей плоти. Будем, если согрешили, каяться. Потому что согрешение праведник упадет семь раз. Если вы праведны и упали, у вас есть боль, страдания, вы можете покаяться. Бог простит, освободит. Если есть сердечная боль, Бог тоже может исцелить ее. Физическая боль, Бог тоже исцелит. Что бы ни было, Бог восставит. Я приглашаю вас сюда. Мы будем молиться за вас. Дух Святой на этом месте, чтобы помочь вам. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. Прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он готов исцелить вашу рану, исцелить вашу болезнь, возвратить назад в доброе состояние ваше сердце. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моим позором, с моими страхами, с моим грехом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово в мое сердце и прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Писанию я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя, Господь, да презрит на Тебя светлым лицом своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое и исполнятся на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Аминь. Спасибо.